Сегодня Акимобласти Ундасыну Розалин встретился с депутатами Мужелеса Парламента страны, членами Комитета по вопросам экологии и природопользованию. Акимобласти поблагодарил депутатов за решение ряда экологических проблем. В частности, при их содействии было поддержано финансирование проекта по ликвидации остатков бывшего химического завода в городе Алга. Ундасыну Розалин обратил внимание депутатов на экологические проблемы, требующие оперативного решения. В числе первоочередных сохранение подземных вод в месторождении Кукжиде и очистки дна озера Шалкар. Предлагаем все-таки определить единого национального оператора, независимый от метропользователей, для проведения мониторных застояний подземных вод, не только Кукжиде, но и в целом по стране. Почему? Потому что все-таки, когда сами метропользователи заказывают музыку и сами же ее реализуют, это вызывает определенные сомнения у жителей, когда они не видят объективной картины. Есть вопрос у нас по месторождению Куртубе. К сожалению, оно немного затягивается. Дело в том, что оно с 2008 года практически бесхозное. Идут длительные такие тяжбы. И, к сожалению, происходит практически нефть и скважины. Мы его, собственно, усилиями там пытаемся решить. Но сохраняется риск фонтанированной скважины и возгорания нефти. Ну, сами понимаете, это приведет в вашей экологической катастрофе. Практически вся таблица Минделеева здесь присутствует. С одной стороны, это хорошо и благо для людей. С другой стороны, где-то мера, которая будет удовлетворять всех и каждого. КЖД – это действительно практически водные запасы всего Западного Казахстана представляют. Ну, было три депутатских запроса, по-моему, Куралая, наверное, озвучивала. И все-таки мы как-то сдвинулись вместе с исполнительной властью. С мертвой точки решение этого вопроса. Все-таки на оконтуривание выделили республиканские средства и довольно-таки немалые. Мы будем наверняка продолжать эту работу. Потому что питьевые ресурсы – это жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...